всем привет вот еще одна посылочка пришла попросили меня заказать телефоны ну такие типа чтобы не глючили что ватсап работал ну вот я вроде выбрал простой как бы можно сказать бюджетный телефон вернее два телефона оценили в 90 долларов посылку пакет вроде все целое но там счета болтается посмотрим как она доставлялась ничего ли там не разбили шла сразу скажу долго продавец отправил только через 10 дней после того как я уже написал горю где моя посылка почему я нету прошло 10 дней он и отправил потом она где-то еще блуждала потом нидерланды там тоже что-то ждали все наклейки даже на скотч приклеились с коробки он упаковка такая километр утеплителя так вот они две коробочки это телефоны юханс или уханс так сейчас я вам покажу камеру сейчас чуть чуть ниже отпущу вот такие вот характеристики 4g 2g 3g процессор 67 37 аккумулятор 2 450 1 гигабайт оперативной памяти 8 встроенный 5 дюймов экран 1220 2 sim карты и так давайте откроем и посмотрим один один так другой так один заказывал белый другой черный сразу идет с чехлом это как бы не подарок это комплектация такой силиконовый чехольчик этот тоже у нас пакетики а тут вообще как натянули видите он пакете был его взяли прям через пакет короче прикольно такое покрытие не глянец матовый прикольно так по комплектации что еще у нас здесь здесь еще стекло защитно идет если я надеюсь не разбили потому что он как-то все так болталась именно прям стекло на до целое все дальше что у нас по комплектации так это чтобы стекло клеить наклейка ой наклейка салфетка зарядное устройство на 1000 миллиампер и юсб кабель и в принципе все ну и такая бумажка на которой практически ничего нет вот и вся комплектация ну как я и говорил это бюджетная модель сейчас посмотрим включим и посмотрим что он из себя представляет и так сейчас снимем чехол здесь тоже покрытие такое матовая даже не фокусирует с первого раза так попробуем включить но там скорее всего заклеены контакты на аккумуляторе и включить не получится блин задняя крышка так довольно плотно сидит что даже не сразу меня получилось себе подковырнуть боюсь сломать не себе же заказывал да вот как видно здесь защитная пленка стоит на аккумуляторе 2 450 маловато конечно для такого телефона но на то он и бюджетный телефон пленка я снимать не буду пока потому что это как бы я говорю что это не себе заказывал уже и сниму так sim карты у меня нету но сейчас я просто хоть проверю что он работает нет а потом я уже вставлю sim карты уже потом проверю вай фай ищет вай фай нету не включены сейчас хрен знает пусть шанхай будет так ничего не надо а блин окей надо камеру хочу ну и так как у меня два этих телефона то я хочу как бы ну тестов я не хочу каких-то дел потому что это довольно такие простые и тем более в них не будут в игры играть чисто для связи там ватсап такой интернет я хочу просто снять как бы видео на него и посмотреть какого качества будет ну и пофотографирую и вставлю фотографии видео хотя показывать фотографии в ютубе как бы это но не особо качество все равно нельзя передать фотографии видео потому что там разрешение будет другое и все таки я сниму пленку я думаю тот кто у меня заказал эти телефоны не выйдет против потому что надо тоже показать как оно это все как экран выглядит включим камеру что-нибудь такое сейчас не знаю возьмем аккумулятор с циферками камера довольно неплохая ну и посмотрим сейчас буду снимать вот на этот белый посмотрим как он записывает видео итак вот я снимаю уже на второй телефон что здесь прикольно здесь действительно работает автофокус даже на моем телефоне такого нету сейчас можно зайти например в интернет посмотреть как он работает у нас вот мое пред это последнее видео например и вот наконец-то пришли работает довольно таки шустренько блин это не приложение я тыкаю в экран приложение ну короче чё неплохие я сказал бы телефончики что бы еще такое ну вот еще вот это например покажу вот он сам фокусируется все как бы не надо на экран нажимать на моем стареньком телефоне еще надо нажимать вот такие вот в принципе телефоны еще по фотографирую и в конце видео ставлю фотографии сделанные на него у фотоаппарата есть своя особенность вот как видно фотографии если делаешь на весь экран ну соотношение сторон 16 и 9 то он фотографирует вот эту фотографию вот 6 мегапикселей вот как видно если на весь экран растягиваешь фотографию если же ставишь 4 и 3 соотношение то вот это вот фотография уже 8 мегапикселей вот как бы обрезанный экран квадратный это 8 мегапикселей получается не знаю почему так устроено прямо на стройках делаешь он автоматически обменяет этот размер вот в таком вот размере 8 мегапикселей вот в таком 6 мегапикселей но в принципе довольно неплохой фотоаппарат и так прошло две недели использования вот я приехал посмотреть часть телефонами и вот включил вспышку для съемки на одном телефоне уже не выдержала защитное стекло но тут постер постарались дети конечно видно что она все треснуло и еще он видно что она сразу не проклеилась полностью потому что края здесь закругленные этого телефона и стекло так как она стекло они пленка она короче по краю не проклеилась вот здесь вот с угла он даже видно по высыпалась часть вот так вот а так в принципе как говорят телефоны радуются никаких нареканий пока нет за две недели так что на мой взгляд неплохой бюджетный телефон за свои деньги ну и в конце видео немного технической информации вдруг кому-то тоже будет это полезно 4g кстати тоже работает вот видно в информационной строке сверху как бы говорят тоже без нареканий вот в принципе все всем пока до новых встреч